Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида, Господи, помяни царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать псалом 115, это небольшой аллелуарный псалом, всего 10 стихов, и вначале он имеет надписание «Аллилуйя», то есть это хвалитный псалом. И содержание псалма следующее. «Я веровал, посему и говорил, я весьма смирился». Что это значит? Вера в Бога, она как бы пробуждает собственное смирение пророка, о котором он говорил в предыдущем псалме, что надо смиряться до состояния младенца, потому что в глазах Бога все мы как дети, как младенцы. И второй стих. «Я же сказал воиступление». «Я же сказал воиступление», то есть в крайнем таком, пребывая в крайнем всплеске чувств, «Я же сказал воиступление моё, всякий человек лжив». То есть он произносит эти слова в состоянии некого воиступления, то есть крайнего всплеска чувств, крайнего огорчения. По Златоусту лжив означает «слаб и ничтожен для спасения себя и других». Лжив, то есть его вся иллюзия, они лживы. Относительно себя ли он испытывает иллюзии, или относительно других. Человек ничего не может сделать для собственного спасения, тем более для спасения других людей, если Господь не поможет. И вот в толковании на послание к римлянам 3-4 Златоуст так и пишет «слаб и ничтожен для спасения себя и других». И в то же время в Новом Завете сказано «вникая в себя и в Писание», то есть в учение, «занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». То есть сам по себе человек не может помочь ни себе, ни другим, но если он действует через вникание в учение Церкви, через вникание в Писание, то он может принести благословение и себе, и другим, потому что источник веры – это само библейское откровение, как и сказано, вера от слышания, а слышание от слова Божия. «Что воздам Господу за все, что Он даровал мне?» А действительно, а что можем воздать Господу за все, что Он даровал нам? Ведь Он все даровал нам. Поэтому призыв вернуть Богу Божие – это послужить Богу всем тем, что мы имеем, потому что все, что мы имеем, мы получили от Него, как апостол Павел пишет. А что ты такое имеешь, чего бы ты не получил? «Чашу спасения приму». Православная Церковь, она поместила этот псалом в молитвах перед причащением. Здесь речь идет о евхаристической чаше, потому что в иудаизме нет никакой чаши спасения. Значит, не может быть другого истолкования этого текста. «Чашу спасения приму, как только приступлю со страхом Божиим и верой ко святому причастию. И имя Господне призову». То есть с верой, со страхом Божиим и верою, призывая имя Божие, по войне Его милосердия, мы приступаем к чаше спасения. «Обеты мои, обеты мои» – по-славянски молитвы, но Афанасий, великий златоуст, понимает, как обеты, некие обещания. «Обеты мои Господу исполню пред всем народом Его». То есть если я что-то обещал исполнить, какие-то обеты давал Богу, то я не могу от них отклониться. «Честна пред Господом смерть преподобных Его». Действительно, если смерть грешника люта, его душа как бы изждинается из тела, как бы выдирается по-живому, то «Честна пред Господом смерть преподобных Его», потому что преподобные люди – это люди, которые при жизни ослабляют все свои связи с плотским миром. Поэтому их души настолько не прилеплены к плотскому материальному, они легко выходят из тел, в отличие от душ грешников, которые слишком плотяны. «Честна пред Господом смерть преподобных Его» и также сказано в Писании «Блаженно умирающие в Господе», то есть пребывая в вере. В седьмой стих псалмопейцев склицает «Господи, я раб Твой, я раб Твой, и сын рабыни Твоя, Ты расторг узы мои». По Феодориту расторг узы мои, «Освободил от многих бедствий». А какие бедствия существуют в нашей жизни? Конечно, это наши грехи, наши падения, наши беззакония. И Господь есть Тот, который расторг узы наши, то есть снял эти оковы греха с каждого из нас. «Тебе принесу жертву хвалы, имя Господнее призову». «Почему тебе принесу жертву хвалы?» «Потому что ты освобождаешь нас от греха, расторгаешь узы беззаконий». «Тебе принесу жертву хвалы, имя Господнее призову». А почему надо призывать при этом имя Господнее? Сказано, всякий призывающий имя Господнее спасется, потому что это имя обладает спасительной силой. «Обеты мои Господу исполню пред всем народом его». Здесь повторяется то, что сказано в пятом стихе, и в окончании этого короткого псалма, 10 стих, «Во дворах Дома Господня среди тебя Иерусалим». Дворы Дома Господня – это наши православные храмы в христианском прочтении этого стиха, а среди тебя Иерусалим. Иерусалим – это образ церкви, той самой церкви, о которой Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее».